друзья всем большой большой привет из солнечной уже аж банально звучит и солнечной теплой каролины сегодня плюс 12 но я пока что вышла вот так вот расстегнутой и буду смотреть что там дальше будет по факту пока что тепло сегодня неветрено абсолютно вот птица сидит как раз написали что я часто на себе камеру получается держу поэтому и поэтому плохо видно что я показываю рассказываю птичка птичка белочка ее не видно вот сегодня сегодня буду исправляться я еще почему кстати вот так держу на себе камеру когда хожу раньше действительно держала от себя часто и думала что у людей так немного внимание рассеивается когда они смотрят туда-сюда там деревья дома хотя конечно это интереснее чем мою рожу смотреть интересно именно быть местный смотреть и сегодня тема тема для разговора про русскоязычные районы наконец-таки расскажу что знаю шарлоттский ты все обещала обещала и вот отодвигаю отодвигаю ответы на вопросы потому что обычное видео снимать каждый день действительно вот так вот не просто вот готовишь еду казалось бы от ничего делать снимаешь но в результате конечно чтобы подснимать всю свою жизнь нужно периодически включать камеру там что-то настраивать цвет иногда и вместо того чтобы просто готовить тоже же эту камеру а когда отвечать на вопросы нужно тут еще ее больше проблем нужно готовиться чтобы нормально вообще ответить более-менее так приемлемо собрать какой-то материал я часто создаю файл на компьютере выписываю туда все что нужно и потом при записи подглядываю вот поэтому у меня так получается откладывая откладываю как-то дни проходят у меня скапливается разные такие вопросы сегодня не надела очки у нас серная каролина но очень солнечная такой прям сильно солнечный штат и тут конечно нужны очки по-любому и вот его выбежала снова без очков нужны и кремы я так полагают солнца женщинам особенно очки перед тем как расскажу про этим русскоязычные районы расскажу коротко новости чтоб не выбиваться а потом новости копится копится я вот сейчас обзваниваю продолжаю обзванивать стоматологические клиники где есть именно русскоязычные ассистенты не так уж их много на самом деле плюс мне вот вчера вечером ответили некоторые люди некоторые клиники но я смотрю клиники на самом деле не так уж прямо ариана отвечают я писала и мы facebook вот сейчас например задувает свалка конечно свалка мусорка помойка здесь часто собак выгуливают здесь по вот этой дорожке здесь тоже я вам показывала прошлый фонтанчик тоже была радуга тоже солнце и радуга да я на наш пруд с другой стороны включу себя ненадолго непривычно все-таки так говорите снимать пруд чисто так по-быстрому помучаю вас своим видом в общем обзвонила несколько вчера стоматологии сегодня продолжила где работают русские ассистенты хотя у нас это не так много на самом деле таких клиник с русскими ассистентами может быть в нью-йорке конечно вот кто-то опять конечно сейчас это брюльянты потерял повесил на дерево ведь бриллиант висит и написала facebook написала на сайте этих клиник разных никто мне не ответил именно сайтов вот этих клиник никто на почту мне вообще ничего не прислал может у них конечно времени нет потому что в некоторые просто так честно и пишут что время ожидания ответа там до двух-трех дней а с фейсбука мне ответили две клиники 1 пригласила на осмотр день и мне там уже подробно расскажу что почем и стоит осмотр 150 долларов это на самом деле не так уж и дешево то есть такая цена не дешевая для осмотра первоначально просто осмотр и там снимки то есть дешевле а другая клиника сказал что у них есть русский ассистент и вот я сегодня перезвонила ему значит цена народ канал медленно снижается у нас и уже составляет 1100 долларов в этой клинике но она находится форт миле насколько я помню это по моему же южная каролина могу ошибаться но она там в самом низу либо на границе либо по моему это уже южная каролина в южной каролине принципе цены пониже но за зуб в целом насчитали цену в 2 в 2700 с чем-то долларов предварительно то есть это цена коронки уже руд канала и пломбы вроде так и вот еще женщина сказала что если платить кэшом видимо не так налоги избегать не знаю в общем они сделают скидку 20 процентов и соответственно зуб выйдет может выйти потому что цена можешь и возрасти на самом деле в общем зуб выйдет за 2200 долларов всего в общем я думаю пока что но мне дали еще две клиники я уже тоже туда написала сказали вроде там еще дешевле то есть это тоже южная каролина и еще более такие низкие цены будут возможно руд канал там будет стоить где-то 800 долларов может быть так где-то еще себе выписала там совсем недорогая клиника но ехать два с половиной часа а вот люди елки вообще выкинули сюда интересно на с половиной часа город по-моему флоренс как-то так флоренс флоренс называется и тоже руд канал 800 пломбы тоже какие-то по какой-то вообще пионерской цене осмотр по моему 80 долларов у них на сайте есть прайс но я думала первоначально туда ехать но два с половиной часа то есть это надо утром детей по школам быстро хотя бы валю средние они сами уедут и рвать когти туда по-быстрому потом просить артема чтоб он валю встретила чем-то на весь день и на несколько недель лечения если так заняться плотненько своими зубами короче это такой вариант уже запасной при запасной вообще мне пришлось под застегнуться потому что на самом деле ветерок-то все равно свежий то есть выходишь из дома у нас там всех солнце и прям выходишь на распашку думаешь обе глаз там проходишь несколько метров и все ветерок вот такая у нас февральская весна птицы поют деревья здесь тоже всего на базе от вся кора слазит интересно раньше такого не встречала и деревья линяющие когда иду в этих домах уже говорила мне хочется тон голоса немного снизить когда с валей проходили здесь по осени когда был был хэллоуин и тут все было украшено и мы проходили разговаривали и одно за другой двери двери открывались и люди смотрели вообще кто идет шумит валя едет же громко разговаривает ребенок вот и они так проверяли а после вечером то есть они бедят ну тут такая классная улица я люблю тут ходить потому что все домики разноцветные они дала я так полагаю специально договорились покрасились в разные цвета один такой другой такой он оранжевый причем они все время перекрашивается к сезону готовятся как-то так начну так говорить про русскоязычные районы собственно это сам шарлот понятное дело и часто спрашивали где лучше жить в шарлоте тоже уже говорила но поскольку видео касается именно этой темы конкретно еще раз скажу что нас самом мы говорим именно про город шарлот то есть не пригорода его она сам город вот если брать вам город шарлот то на севере старается не селиться и когда я ездила по шарлату когда мы сможем там гуляли там было принципе видно остановки люди вообще наполнение этого севера шарлотта принципе показывала что там за населением живет и там очень часто вот именно оттуда такие новости про перестрелки про какие-то там нападения драки впрочем это случается у нас абсолютно везде и как-то муж рассказывал что точно такое же случилось просто на трассе просто люди что то там не поделили достали сами знаете что и очень пытались решить проблемы с помощью таких вот мер далее это югу то есть если интересуют именно прямо русскоязычные русскоязычные районы то это именно юг люди уже не рады если честно некоторые рекомендуют а некоторые уже пишут что переполнилась чаша как говорится райончик переполнился и вот вы рекомендуете и потом получите со временем такой вот брайтон бич что не всем нравится на самом деле но если говорить честно и откровенно то это именно вот югу в это балантайн уже избитый прямо оскомина на языке когда читаешь люди же очень часто спрашивают в чатах куда ехать буквально через одно сообщение и всегда это балантай мне кажется уже там просто все наши именно живут возможно вот приобрела в биркдэйл уже наверно выучили по моим видео биркдэйл потом селятся еще провиденс я название напишу в видео потому что чтобы не было вот такой путаницы с названиями вдруг я там что-то не так произнесу то что может быть провайденс провиденс но я так поняла там вроде более богатый район саус парк тоже живут наши знаменитая кафешка наша чизкейк чизкейковая где прям очереди в начале открытия были далее это пригород уже шарлота мэтьюс но он прилегает уже шарлоту получается уже как район уже практически и вот как я читала опять же балантайне обычно люди снимают апартаменты то есть дома там например снимать дороже если уже говорить о доме то это например мэтьюс или индиан трейл там тоже дома снимают это вообще тоже как уже пригород такая деревня деревне мы туда ездили и там прям последние коттеджи буквально в поле стоят то есть за коттеджами вообще ничего не там пустырь пустырем и конечно магазина вообще ничего нет но и люди сами пишут что деревня но кому-то нравится плюс наверно та же цена радует книжный магазин наш любимый я как всегда буду отвлекаться как говорится что что вижу о том и пою мне нравится номера на машинах заценить его там они рисунки какие-то ставят вместо номеров что-то пишут книжный валя меня подбивает сходить на этих выходных хочет там она любит там тусоваться листать книжечки сидеть на ковре такая приятная атмосфера поэтому думаю сходим что еще далее по пригородам уже по пригородам сначала южным шарлотским монро живут люди наши русскоязычные потом вакс хо вакс хо напишу опять же как пишется правильно тоже любят хочу там побывать потому что хвалят именно вот как у милый городочек такой по картинкам милым хочется самой посмотреть заценить чисто а а вот тут у нас был забор короче его открыли и вот что даже они открыли магазин apple как говорил муж vision про где еще наши русскоязычные селятся принципе не селятся везде просто вот именно преобладающая часть вот в этих районах где перечислила плюс селятся еще прилегающих городках пригородах прилегающих северной каролине к шарлотта чтобы ездить там 30 минут до шарлотта до каких-то там магазинов до гулянок там фестивали часто проводятся в шарлотте именно поэтому людям селятся южной каролине ну и плюс там же дешевле и южную каролину значит какие они там выбирают городки это вот indian land то что я читала себе выписала форт мил тега кейте какой вроде как подороже но надо смотреть конечно так цены на месте скажем так далее вот что вчера в том числе прочитала в бельмонте живут наши это чуть-чуть в стороне от шарлотта уже посмотрела некоторые несколько человек живет в гастонии но кто-то хвалит кто-то наоборот пишет что это такой криминальный городок поэтому но я ничего не могу сказать я там не была и не жила но разные мнения это все что касается шарлота юга и пригородов южных теперь по северу по северным именно пригородом то есть то что за шарлоттом там наверху да все городки на озере лейк норман которые расположены вокруг этого озера это вот с первого городка это hunters вилл и пошли hunters вилл корнелиус дэвидсон там надо смотреть по школам по вообще по комьюнити что то кто там рядом живет потому что и hunters вели с корнелиусом тоже есть всякие такие райончики когда-то я читала что по одну сторону трассы там допустим можно жить по другую нельзя это еще читала когда еще но очень давно читала когда нас тут еще и не было и в хантерсвилле если раньше люди писали что практически нет русскоязычных то сейчас уже пишут что их тут достаточно но я и сама это вижу когда даже гуляю хожу то периодически встречаю речь русскоязычную вот ну и далее по городкам дэвидсон наверх что там еще мурсвилл дэнверах все наверное не знаю уже выше туда уже все меньше и меньше скорее всего русскоязычным будет если вообще говорить про северную каролину то есть в общем где еще русскоязычного населения такие прям скопления живут комьюнити русский русскоязычных то это конечно вот этот треугольник ралли что там даром по моему тоже не знаю куда ударение поэтому буду все писать на экране видео кэри апекс там тоже очень такое большое русскоязычное комьюнити но в телеграме например чатов я что-то не нашла тоже хотели посмотреть с мужем в ту сторону посмотреть там жилье как-то оценить почитать что люди пишут как там с работой но что-то в телеграме например чатов не нашла говорят фейсбук есть я посмотрела там тысяча человек и группа закрытая но я уже не стала вступать потому что уже здесь живем собственно а так да кому то нравится именно ралли это столица северной каролины и если вот эти все городки и брать они друг другу так прикреплены и границы между ними нету вот эти все маленькие городочки ралли кэри даром счетом какой-то городок вот то там население будет где-то примерно даже чуть-чуть превышать население целого города шарлатт там тоже нужно выбирать жилье так прицельно и смотреть на районы я уже не помню рассказывала или нет но когда мы приехали только в северную каролину мы приехали сначала в шарлат но сразу выйдя там на секундочку поехали в ралли и остановились там гостиница и в общем там было видно как то какой-то был водораздел так вы может мне так показалось потому что впервые были и в общем по одну сторону грубо говоря там более-менее и заходишь там за этот водораздел получается там пошли такие и гостиницы в общем и по незнанию сначала приехали в гостиницу и ну очень сильно расстроились и удивились там в общем нам и номер они нашли в общем были какие-то терки и преобладала конечно определенное население не буду называть видео потому что придираются и люди и youtube может быть там что-то придумать поэтому можно так в принципе догадаться плохо это или хорошо но видно было по самой гостинице и по самому району то есть куда мы попали вокруг гостиницы то есть такие там трейлер очки такие домики там машины люди ходят очень видно было и потом я тоже читала что там нужно тщательно выбирать жилье то есть там вот такая вот граница где жить где не жить и также в дарами где-то человеку писал очень сильно давно вокруг аэропорта тоже якобы там нужно думать жить или не жить но я так сильно тему не изучала поэтому так чисто как слухи рассказываю делюсь что слышала сама а так городок именно хорош как писали для айтишников для вот таких профессий и ралли якобы там развивается но поскушнее чем шарлат то есть говорят что шарлат например более такой по развлечениям по фестивалям более такой молодежный его называют в принципе деревней в ралли якобы вот этого всего еще меньше то есть для совсем молодых наверно не очень интересно эта тема будет кстати насчет южной каролины живут еще в чарльстоне наши потом мы даже на пляже встречали когда ездили на океан наших русскоязычных там еще какой-то городок есть нет не могу так вспомнить если вспомню напишу там тоже много русскоязычных но так относительно много но в чарльстоне есть комьюнити есть даже чаты отдельно по чарльстону в гринвилле вообще тоже куча потому что благоустроенный такой городок и там даже одно известное достаточно блогеры живут и едут туда дома покупают именно в южную каролину едут покупать дома из калифорнии из флориды из из всех штатов они именно там их покупает не не в северной каролине от гринвилла до шарлотта где-то часа по-моему два но смотря от какой точки шарлотта считать если сверху тупо больше если там от баллантайна это наверное часа два мне кажется пока искала вот эту всю инфу собирала воедино вот еще чем не попалась спартанбург например но это уже южная каролина до шарлотта где-то час и тоже пишут что там уже тоже достаточно много выходцев из снг и что там якобы и магазины все дешевле и жилье дешевле и кстати вот мне порекомендовали клинику дентал клинику именно в спартанбургере я спартанбурге я туда написала пока что ответа нет тоже якобы там дешевле будет и еще что прочитала что писали что в последнее время начиная со времен к вида именно шарлотт северная каролина это сейчас номер один по релокации по релокейшн потом уже идет там техас остин город потом флорида и так далее многие сейчас едут и едут и продолжают ехать именно шарлотт так что цены будет по-любому расти далее вопрос был про комьюнити русскоязычные как тут люди вообще уживаются что они там дружат как они советуют друг другу что-то как они тут досуг свой отмечают как они время проводят ну я живу здесь в отдалении от комьюнити русскоязычных то есть это отдельных личностей могу встретить у нас в живет там мужа такой товарищ не не друг друг но товарищ общается а так чтобы прям целые комьюнити у нас тут были там на площадках детских правда мы с вами особо не ходим ей тут не интересно площадка совсем она для нее маленькая такого нет в общем но неоднократно попадались такие сообщения что люди создавали встречи созывали встречи в самом там где баллантайн то есть я вот например читала для женщин кому за 60 то есть они организуют встречи для своих мам кто родители перевез своих и они отдельно встречаются клуб по интересам так называемый потом в магазине холл фудс тоже проходят встречи тоже я не знаю может это вот именно для вот кому за 60 не уверена точно но приглашали тоже люди тоже по низу туда далее делают встречи для детей например те которые занимаются этим футболом они созывают всех деток и на стадионе встречаются мамы общаются дети играют и вот часто тоже мамы встречаются еще так друзей своим детям подруг себе это в основном все преобладает опять же там по югу так что там вот комьюнити нормально развита что касается помощи но когда мы только приехали я много вопросов там разных задавала в чате то по прививкам то по устройству в школе то вот мы заболели впервые пошли в поликлинику тоже надо было узнать как это все дело обстоит что будет гасить страховка ну очень много вопросов всегда отвечали по футболу тоже так футбол нашла наш тоже в чате так что в принципе помогает не без каких-то там инцидентов то есть конечно есть разные люди как и везде которые будут писать да что либо сами ищите даже если ты спрашиваешь там раз в сто лет и какую-то действительно информацию которую там сложно найти находятся разные личности в том же фейсбуке тоже бывает там человек поинтересуется чем-то конкретным то есть спросит что-то определенное а ему допустим высказывает уже личное мнение человека типа зачем это тебе вообще нужно то есть не по теме но таких людей всегда такие люди будут конечно ну многие конечно помогают все равно я особо не замечала какой-то такой агрессивности агрессивного настроения опять же есть тоже идти которые они не очень рады новоприбывшим которые часто вот если люди спрашивали про футбанки то тоже такая проскакивала нотка что типа чего сидите мы тут уже живем платим налоги допустим а вы за наши налоги там пользуетесь бенефитами например или там футбанки живете что-то некрасиво есть такие люди но мне кажется их все-таки меньшинство по крайней мере я выделяю обычно и запоминаю хороших людей а эти случаи такие более единичные все-таки так что комьюнити здесь большая и я думаю со временем она будет еще больше разрастаться по-любому сегодня допустим вот я тоже на фейсбуке сидела искала себе вот эти клиники водка буквально каждый день кто-то пишет что мы будем в шарлотте проездом и подумываем посмотреть получше этот город для дальнейшего переезда сюда и как я говорила переезжают абсолютно с разных штатов это уже люди устроившиеся те которые сюда впервые едут им нужно как и говорила по моему личному мнению только по моему мнению нужно подумать все таки то есть это люди у которых там есть уже работа которые здесь могут легко там устроиться либо перевестись по своей же работе у которых есть допустим недвижка которые они могут там продать и здесь купить но где-то люди которые уже в штатах несколько лет даже два-три года например но у них уже там статус есть либо гринка а вот таким как мы опять повторюсь нужно вообще-то еще раз подумать стоит ли она того то еще спрашивали спрашивали еще также про работу как здесь устраивается наши бюджетники в том числе врачи учителя бухгалтеры ну опять же это все то что мне попадалось на глаза и то что я читала это врачи например они могут здесь некоторые сначала вообще начинают самого то есть они идут в комьюнити колледж и получают там какие-то профессии здесь дело в том что здесь много таких вот профессий таких каких-то ответвлений которых вообще нет у нас в россии то есть например вот не медсестра помощник медсестры то есть какой-то обслуживатель рентген аппарата или аппарата мрт люди которые там только берут кровь или вот на люди которые там обслуживают какие-то специальные вот аппараты например гемодиалис и все такое в общем это нужно уже узнавать прицельно в комьюнити колледжа но вот на помощника медсестры многие идут на сиделку многие идут ну там копеечная вообще оплата труда ну чисто как начать с этого это полагаю там вот учиться совсем допустим немного там несколько месяцев даже от нескольких недель если там допустим вот такая программа есть по оказанию первой помощи то есть уметь оказывать там первой помощи сделать искусственное дыхание например вот такая программа насколько я знаю я узнавала просто вот что нужно чтобы стать помощником учителя там вот нужно овладеть вот это или скорой помощью навыками она там длится чуть ли не две-три недели вот это получаешь определенный вот такой сертификат потом для вот тоже помощника медсестры для сиделки тоже там вот совсем совсем короткие курсы но чем больше конечно должность тем дольше нужно учиться и опять же нужно знание языка силы и возраст наверное чем старше человек тем сложнее все это будет даваться но в принципе кто хочет тот делает кто не хочет тот ищет отговорки что касается бухгалтера то это вообще должность такая супер востребованная здесь насколько я понимаю называется она буккипер и очень много достаточно объявлений и тех кто ищет соискателей тех кто дает эту работу вот недавно тоже встречала запрос но может немного откликнуть на два человека написала что да мы ищем буккипера человек просто спросил я бухгалтер там ищут принципе если хороший бухгалтер то нужны здесь как учиться это значит есть комьюнити колледж и программа называется аккаунтинг нужно узнавать там несколько локаций этого колледжа в разных там и в пригородах и в самом шарлате и вот поспрашивать и вполне вполне себе можно обучиться бьюти сфера среди наших просто вообще шикарно здесь развита особенно в южных районах туда все едут ногти делать волосы брови массаж вообще этого всего здесь просто навалом просто очень много тоже встречалось сообщение что чтобы получить лицензию здесь сертификат вот этот ну да лицензия чтобы работать салонах красоты то по северной каролине вот писали стоимость где-то 200 250 долларов что касается еще от медицинского образования то на фейсбуке часто такие объявления были требовали сиделки то ли наши здесь такой центр помощи открыли я так понимаю и они часто набирают потому что это полагаю работа очень тяжелая физически морально тяжелая работать вот с больными людьми с пенсионерами с пожилыми людьми такими лежачими поэтому у них такая это полагаю текучек текучка кадров и оплата труда когда я тоже изучала эту тему все усиделки она самая низкая оплата труда это именно если работать на компанию то есть не на саму себя в больницах то есть там сколько когда смотрела было и 11 долларов и 12 ну вот зависимости от компании но часто требуется и люди когда человек приезжает и уже есть разрешение допустим на работу то часто дают ссылочку на фейсбук вот этой организации по уходу и говорят что набирают с удовольствием что еще кстати по работе раз уже зашла тема работе тоже недавно девушка искала работу разрешение какое-то там минимальное знание английского сказали что 7 с часто рассылает кстати тоже присылает от 7 с вот это объявление то водители автобусов школьных требуется то в кафетерии то помощники учителей то сами какие-то учителя в общем какие-то такие профессии связанные со школами и вот говорили что часто очень требуется работники в кафетерия зарплата там будет не сильно большая но чистого для начала и почему еще выгодно потому что бенефитов много таких хороших страховки там отгулы на и наплачиваемый отпуск а вы это видите там цапля походу и утки возле неё и ветер и как раз ведь и пойдемте посмотрим на цаплю кажется это цапля головешка красота там человек под мостом сидит аппаратом весь черном шляпе и даже не увидела сначала снимает здесь часто снимают люди природу и сама природа создана для того чтобы ее снимать принципе очень много ищет работу видео видео всяких операторов кстати вот встречала съемка разных событий либо просто фото ну ищут это не значит что работа тут есть другое дело это я не знаю но вот ищут спрашивают часто такое еще мини резюме кому нужно именно для адаптации или для общего счастья наличие большого количества русскоязычных людей короче будут счастливы на юге не всем это подходит кто-то наоборот уезжает подальше потому что вместе вместе со всем мы привозим свой менталитет по-любому все свои проблемы вот эти накопленные какие-то жизненные недовольства и потом получается такой bright and beach как тоже мне писали уже что вот открывается русский магазин и там работает наша из снг выходец женщина и уже можно натолкнуться на грубость не всегда конечно но бывает поэтому я часто в том числе читала у людей что люди специально уезжают подальше наоборот которые именно вот устали от вот этого нашего менталитета от советов вот этих непрошенных от недоброжелательности и уезжают туда где наших наоборот поменьше не всем подходит bright and beach когда ты идешь вроде как по америке а вроде как по одному из районов по одному из городков россии то есть может быть самом начале пути здесь это как-то помогает то есть люди просят помощь иногда заселяется вместе с несколькими семьями в один дом чтобы платить поменьше а вообще-то интересный конечно такой момент потому что допустим когда разные национальности собираются в этом месте допустим еврейская коммуна или китайцы живут целыми кварталами кто еще армяне например тоже целыми комьюнами у них как-то все дружно они как-то привыкли а когда собирается такое же только русскоязычное комьюнити то часто начинаются сплетни интриги расследования то обманывает друг друга там разводят на деньги с работой вот так то помогают и наоборот не знаю почему так феномен такой присутствует мне кажется может кто-то сама не согласится но у каждого свое мнение и поэтому очень часто такое происходит когда либо на отдыхе люди либо уже живут где-то за границей то они не всегда спешат знакомиться со своими соотечественниками и когда встречаются допустим слышит русскую речь уже ну воспринимая так ну как в россии знаете человек идет там напротив вас ваш не бережите с ним знакомиться то есть у людей могут быть совсем разные взгляды на жизнь и то что он говорит допустим по-русски находясь здесь в америке это не значит что он станет для вас там лучшим другом он может быть так не совсем и подходит на роль этого друга не он вам не интересен не вы ему то есть это такие же люди обычные и поэтому и поэтому много раз уже замечала когда идешь вот допустим либо по костка либо еще где-то когда либо я слышу русскую речь либо они сложат мою русскую речь то как-то как-то на автомате начинают тише говорить либо вообще замолкают но никто не подходит вот у меня были несколько всего случаев такие когда мы знакомились вот гудвилле я знакомилась причем знакомилась женщина из украины потом где мы еще знакомились еще в каком-то магазине муж встретил тоже русскоязычного но он здесь очень сильно давно прям так хорошо не говорили чуть ли не полчаса он там делился лайфхаками они хорошо так с мужем поговорили а так например не все любят свежеприбывших например старички например не все спешат бежать знакомиться смотрите сердечки человека и флаг там и флаг тут я уже домой подошла практически о а это дерево что ли вообще расцвело по-моему на цвет ну да она цветет цветет дерево класс еще костром пахнет что-то не жгут у людей уже он вылазит крокусы или что это по-моему крокусы уже прибежала я как и говорила здесь у нас гораздо жарче на солнце так вообще я уже здесь вообще расстегнулась в общем что касается допустим нас с мужем то изначально мы например не искали чисто вот русскоязычные такие комьюнити чтобы очень много было русских то есть русских ну вообще русскоязычных то есть какое-то там количество в принципе да хочется пообщаться да иногда но так чтобы жить как люди пишут на брайтоне и вот просто сплошные русскоязычные эта тема конечно такая некоторые могут возмутиться но не знаю совсем уж полностью американизированном обществе жить наверно тяжело хочется когда-то встретить русскую душу русского человека пообщаться и дети также детям тоже хочется наверное поговорить на своем языке не знаю в самом начале так уж точно но но не брайтон бич нет мое мнение надо конечно по-любому привыкать к народу той страны куда ты приехала не искать не окружать себя прям уж полностью соотечественниками и сидеть с ними не выходя никуда говорит оля которая принципе сидит и никуда не выходят скажут другие люди как всегда все на этом все сейчас уже поприезжают мои дети я пошла домой обедать не знаю буду ли что-то еще писать пока на всякий случай с вами прощаюсь до встречи следующих влогах пока